Всем привет, мои дорогие зрители! С вами Риа, и в этом выпуске я покажу, какую подсветку я заказал еще на 500 долларов из Америки. Это совершенно новая подсветка, которая еще не была ни у кого в России. Это Nanoleaf Beam, и это светящийся квадратик, который офигенно переливается, стоит 240 долларов. Также мое продолжение еще раз подсветочки, будем туда ее уводить дальше. И купил еще 4 метра светодиодной ренты, такая же, как за мониторами для нового дома. Если возникает желание поставить лайк, дизлайк, давайте. И если возникает желание поставить комментарий какой-то, пишите, конечно. Начали этот влог. Хорошие новости для спонсоров канала. Спасибо вот этим ребятам за спонсорскую подписку на мой канал. Среди вас я буду разыгрывать в ноябре месяце, может, в начале, в середине, скорее всего, ну, понятное дело, что в первой половине месяца. Вот этот телефон совершенно новый, после моего обзора Zenfone Max Pro M1. И таким образом, люди, которые оформляют подписку за 249 рублей в месяц, я, кстати, с этого получаю только 149 рублей, ну, это, по крайней мере, по статистике YouTube. Вот, среди вас я разыграю этот телефон. Так что я думаю, что будет такой частенько проходить. Так что, мне кажется, вам будет приятно. Ну, понятно, таким образом я со мной привлекаю новых людей к этому. Вот здесь вот клавиша «Спонсировать» есть, но она не у всех включена. Это все от вашего местоположения зависит. В России это сейчас работает. И я могу в фид YouTube постить отдельные видосы, закрытые, и только это делать для спонсоров канала. То есть, только если вы спонсируете меня, то увидите какой-то пост, видеопост. И, соответственно, в ноябре сделаю розыгрыш вот этого телефона. И там, как-нибудь по доставке решено. Скорее всего, конечно, я за свой счет вам отправлю, и вам будет приятно. Спасибо, ребят. Съездил Темки за игрушкой, забрал. Прикольный конструктор будем строить. Наверное, уже последними деньками осенью наслаждаемся теплой. Сейчас будет холодрыга и дождь. Наше кресло на новое рабочее место. Теперь осталось придумать, как его увезти на дачу. Я что-то одной коробкой не хочу все увезти. А может быть так, что-нибудь покидать в этот багажник понемножку. Ну, типа, не собирать его. И в коробке больше места занимает. У Темки новый домик. Кстати, не такое, что большое кресло-то, когда оно в разборе. Я думаю, что все увезем. Открывайся. Ну, вот, приехали в Икею. Сейчас будем выбирать еще покупки в новый дом. Берем шторы и сейчас купим стеллажик. Давай покажем. Темка хочет показать, что мы купили слона. Что там в слоне есть? Какие они там разъемы? Сколько весят? Так, есть хобот. Что там с блютусом, с вай-фаем? Бивни есть. И глаз. А, уши. Уши, а глазки есть? Сколько там мегапикселей у него? Ну, все, обзорщик растет. Нормально. О, yeah. Все. Флюс-то готово. Флюс еще стул. Мелком укупере. Сейчас машину загружать. Теперь в ресторан. Ну, а теперь это. Самое славненькое. Пообедать в икее. Красавчики, что вернули обратно. Вот такие большие стаканы. Потому что раньше были маленькие стеклянные. В них, блин, наливаешь, наливаешь постоянно. Вот, нормальный стакан налил. И все, не парься. Значит, дома я решил оставить DX Racer, потому что я давно хотел. На самом деле, ну, блин, я к нему уже привык. Смотрите, вот эта надпись, знаете, что напоминает? Как вы думаете, что за шрифт? Конечно, Игра престолов. И вот эта подушечка прикольная. Правда, мне очень нравится, как она крепится. Вот, типа, не такую фигню. Ну, окей, ладно. Вот, новое кресло уже упаковал в машину. Это Red Square. Ну, да, Red Square. Люкс. Ну, соберу в сборе, я вам его покажу. А из этой коробки решили тенки сделать. Точнее, я решил сделать какую-нибудь палатку. Перевернем, выпили в какое-нибудь окошко. И пусть там, я не знаю, ларек шаурной будет. С донором. Ну, посмотрим. Фу, так, что нужно сделать? Нужно, блин, опять что-нибудь, знаете, приготовить, чтобы перевезти. Не, не, перевезтывает супер, потому что в квартире освобождается куча мест. У меня сейчас балкон начинает освобождаться, потому что вообще нельзя было найти, ничего и взять. Я даже колевую пистолет не могу найти, потому что у меня там стояла коробка с этим креслом. Окей. Кофеечек, смотрите, какой взял. Начинает, кстати, разваливаться. С заправки. Ну, кстати, вот, блин, в Яке тоже молодцы. 180 рублей, здоровенные, 400 мл капучино. Это супер. На заправках вообще кофеечек такой, в принципе, недорогой. А в какую-нибудь кафешку заходишь, там за 180 рублей возьмешь какой-нибудь 0,3 только и все. Идея возникла насчет рабочего места. Сегодня как раз ходили по Икеа. И вот подумал, что, короче, сзади у меня будет стоять тумбочка, на которой будет стоять монитор. Также, наверное, ее бы было прикольно бы сверху чем-то черным покрыть, чтобы она, ну, короче, не выделялась. Но это мы еще посмотрим. Вот. И увидел в Икеа вот эти искусственные цветочки. Ну, я их давно, конечно, все знают. Вот эта хрень. Блин, это двушку стоит. Конечно, я не думаю, что я такую себе куплю. Притом, нужным-то не одну. То есть, представьте, вот стоит монитор, например, посередине. И слева там две такие штуки. И справа две такие штуки. То есть, у тебя, как бы, рабочий стол свободен. А деревья все вот там вот сзади находятся. И такое ощущение, что у тебя, типа, красиво, что ли, будет. Наверное, как-то так. Но тратить на это 8 тысяч рублей? Нет. Столько искусственных цветов не должны стоить, во-первых. Потому что за восьмерку это точно бред. Окей, ладно, вот это там по 220 рублей. Но прикольно выглядит иногда. Вот так поставил. Очень тепло. Прикольненько, типа, смоется. Так, надо все убрать. Еще немножко интернета. Заказал я себе сейчас из Америки. Из Америки. Свою любимую опять подсветку. Leaf X. Так. Знаете, что ко мне едет? Что ко мне едет? Вот у них есть обычные лампочки. Но они меня не особо интересуют. Что-то с интернетом. Что такое? Что американские сайты вообще не работают практически. Они, так сказать, такие жопкие. Например, хочется заказать Apple Watch сервис 4 из Америки. О, Apple.com не доставляет на всевозможные склада, ну, склада, склады, забейте. Вот этих сайтов, которые тебе предоставляют американский адрес, вообще не доставляют. И все остальные магазины тоже, конечно, на это перешли. Походу вы поняли, что все утекает в Россию. И есть сайты, на которых только это стоит дороже. А смысл там покупать дороже, чем в России, конечно, нет. Вот, непонятно. Интернет не работает. Думали, у меня много подсветки. Нифига, вы были не правы. Я себе еще сказал. Вот такой вот NanoRiff Beam. Это новая тема. Светящиеся такие квадраты, они офигенно переливаются. Потом еще девяточку. О, дальше пойдем. Ну, наверное. Или какой-нибудь туда добавим. Еще девяточку. И еще 4 метра вот этой ленты светодиодной, которая за мониторами. Только отдельные ленты, это для того, чтобы в новый дом ее повесить. Я сверхнулся на подсветке, но это мое хобби. Ребят, помните, был конкурс в Инстаграме на вот эту клавиатуру Logitech? Победитель получил свой приз. В Питер уехала клавиатура. Я в сторис выкладывал, что вот этот человек победил. Ну, соответственно, мы списались. Вот он мне прислал фотографию о том, что к нему клавиатура приехала. Так что вопрос закрыли. В моем Инстаграме был вот такой вот пост. Здесь надо было оставлять комментарии. Вот там сколько набомбилось, 4 тысячи. И там лайк поставить. Так что все, подвели итоги. Готовлю приз для того, чтобы среди спонсоров канала разыграть. Так что сейчас он пусть заряжается, сбрасывается. Влог только что открыл. Сейчас посмотрим первый комментарий. Спасибо, ребят, большое, что смотрите. Блин, это очень приятно. Смотрите, 7 сразу плюсиков. Еще раз спасибо спонсорам. Хоть немного, но 8 человек есть. И буду с вами поддерживать связь какую-то, кто. Первый. Спасибо большое. Zeus Life. Красавчик. Знаете, с учетом того, что сейчас всего лишь 8 спонсоров канала, предложение заманчивое. Так что у каждого есть офигенный шанс. Один из 8, это же круто вообще. Ну, понятно, сейчас еще побольше будет. Наверное, хотя бы, может, еще на 2. Я вот никого не спонсирую. И, ну, это так, от чистого сердца, наверное, люди делают. Спасибо вам большое, что я вот еще в каждом выпуске вам практически в каждом выражаю благодарность. Не забываю про это. Потому что в каждом не вижу смысла делать это. Потому что не перегружать, наверное, информации всех. Вот. Но решил вот такой вот шаг сделать. То есть начнем хотя бы с такого смарта. Потом, может, кункулатуру же заграем, что-то еще. То есть и вам будет не обидно, что вы, знаете, платите нам 240 рублей в месяц. Но с этого хотя бы что-то, хотя бы есть возможность что-то получить. Наверное, так. Ребята, все это выглядит примерно вот так. Но здесь и сообщество, соответственно, которое идет вам в ленту. Здесь я написал какое-то сообщение. Здесь оно для всех идет. То есть это все увидели. Также я написал здесь специально для спонсоров. То есть это они вообще самыми первыми увидят. Тебя открываешь, тебе сразу сверху, прям, ну, как для спонсоров. Тоже вот ребятушкам дал понять, чтобы они точно увидели, что среди них будет тоже розыгрыш. Ладно, все. Закончили на эту тему. И приехала посылка с двумя гаджетами. Давайте на их посмотрим. Безумно интересное. Это AirFly для подсоединения своих Bluetooth-наушников к, ну, не знаю, проводной системе, к любой. К примеру, они изначально сделаны, что ты, когда летишь в самолете, ты можешь свои AirPods, ну, или другие Bluetooth-наушники подцепить, к примеру, для просмотра фильмов на вот кресле. То, что там проводной же, а у тебя беспроводные. Вот. То есть, некоторый такой Bluetooth-передатчик. И Nanoleaf. У-у-у. Сейчас я только разберусь, что это такое, потому что, я так понял, при помощи этого кубика регулируется вот эта самая подсветка. Сейчас узнаем. Ну, мне нравится, что всё это поддерживает Apple HomeKit, потому что через, блин, телефон, конечно, всё очень удобно управляется. Ну, ладно, давайте начнем с этого. AirFly выглядит очень просто. Соответственно, у нас есть передатчик, который на наши наушники посылает сигнал, и сюда он подключается, соответственно, по проводу. Заряжается, подцепляешь к любому устройству. Ну, не знаю, к тереку подцепил. Если у тебя, к примеру, там Bluetooth нету, то можешь в беспроводных наушниках смотреть свой, ну, слушать свой терек. И то же самое происходит с любым аудиосигналом. Подцепил сюда, и он тебе на беспроводные наушники посылает сигнал. Здесь зарядка находится. Да, это, в принципе, всё. Клавиша сопряжения, и всё. Чё тут ещё показывать? Ссылку на такую штуку я вам оставлю в описании. Посмотрите, если интересно. И Nanoleaf. В какой схеме ещё можно использовать? К примеру, прицепил к тереку, смотришь какой-то фильм, и если у тебя Bluetooth-аудиосистема, к примеру, где-нибудь там наверху стоит, она на неё посылает сигнал и играет там. Из-за этого маленького передатчика. Nanoleaf Remote. Ой, здесь даже два кубика. Даже... А, нет, это один кубик. Окей. И батарейки. Так, интересно. Сейчас ставим, проверим, что это такое. Пока что это напоминает кубик с предсказаниями. Кого-то его потряс, и он тебе что-то показывает. Нужно, наверное, всё это дело подцепить к телефону и сюда назначить какие-то функции. Так, пока я ничего не понимаю, что происходит. Ну, походу, она, не знаю, с панелью что-то связалась. Наслезал, смотри, теперь ещё и светящийся кубик будет. Он ещё вибрирует, ни хрена себе. Попробуем моё устройство. If Energy. Что это такое-то? Что такое If Energy? Да, я добавил хост. О, Remote называется. Так, глаз... Окей, начало сопряжения, давай. Окей, так-так, поднесите. Так, ну, пока происходит добавление. Интересная задачка. Блин, он ещё вибрирует. Клёво сделано. Моя стена скоро будет ещё больше. Потом начну в новом доме собирать. Прошу заметить, сейчас происходит редкое сопряжение аксессуаров. Давай, давай. Объединяйся. Ну, здесь, по крайней мере, так в инструкции написано. Объединить их и ждать. Ну, давай. Что-то, видишь, замигало. О, 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 о. Они спарились. Подсветка спарилась. А ну-ка, что, зелёненьким замигало, смотрите. Что происходит-то? Так, 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 что происходит-то? Только что на наших глазах подсветка спарилась. Пока ничего не... Воу, йоу, йоу, йоу. Йоу, йоу, йоу. Класс. Это то, что мне нужно, на самом деле. Вообще без шуток. Смотрите. То есть в настройках у нас написано, какая цифра, за что отвечает. Плюс это можно всё дело настроить. Сейчас у меня стоит четвёртый. Это Color Burst. То есть она, короче, цветом перемещается. Смотри. Потом Flames пятый. Конечно, находим пятый. Переворачиваем наверх. Пятый. Flames включаются. Охренеть. Ну, только это надо как-то подписать, что ли, потом. А то так запутаешься. Можно Forest включить. Тоже один из моих любимых. Штёрочку включаешь. Бац. Forest включился. Еее. То есть не надо постоянно телефон включать. Круто. Просто шарик. Бац. Там один такой. Поставил. Хоп. Выключилось. Теперь как-то. Хоп. Один. А, ну типа она... Так, это сейчас этот. Ритм работает. Например, там какую-нибудь штёрочку опять сделал. Хоп. Включился Forest. Угу. Слушайте, а прикольно. То есть, конечно, 12. Это стоит здесь вообще выключено. Включено. Вот. Так, спокойно. Находим единичку. Ставим. Панелька сама включается. Вот так она включается, блин, не на тот режим, который мне нужно. Вот, к примеру, поставил трёшечку. Хоп. Включилась трёшечка. И, по крайней мере, там было как-то нарисовано изначально, что если его вращать. У вас моя яркость, видишь? Хопа. Минимум. Вот так вот вращаешь. Просто по кругу. Хоп. Яркость максимум. Охренеть, блин, чуваки. Это самая лучшая вещь. Реально. Не, вы меня, конечно, извините, но про эту штуку я отдельно видео засниму, потому что это заслуживает того. Это моя любимая штука. И всё. Блин, 12 поставил, он выключился. Крутотень. Это не нужно постоянно включать телефон, заходить там в нет, нажимать какие-то кнопочки. Просто, блин. Поставил вот так, повернул влево-вправо, она включилась. Чё? Блин. Я ещё не знал, что такое есть. Круто. Ладно, всё. Отдельный видос сегодня сниму. И, может быть, даже вещь сразу загружу уже. Фух. Давно хотел сделать. Кресло не позволяло дойти до кривого пистолета и паяльника. Будь здоров, Тём. Нужно, короче, полочку нашего из холодильника. Смотрите, вообще полностью развалилась. Я думаю, сейчас я паяльничком там немножко пластмасса-то подклею. Не знаю, зачем мне термопистолет. Наверное, паяльником всё сделаю. Или вот здесь термопистолетом сделать. Это, короче, сделаем. А то у нас вся развалилась. Набрал ларёк по продаже шаурмы. Вот Тёмка теперь там работает. Чё, шаурма есть в наличии? А, дверь пока закрывает. Как всегда, погода что-то на этой неделе прям вообще радует. Опять плюс 17. Такое ощущение, что прям лет. Лет наступило. Красотищ. Взял в машину стеллажик. Буду завтра, там, послезавтра собирать его. И надеюсь, что выйдет бомбезно. Тут поступило даже предложение от ребят, чтобы сделать на налив на стене эту Аврору. То есть вот этот угол, там же есть вот эти гибкие коннекторы. На наливом зафигарить. Но дома я его что-то отклеивать не хочу, потому что хреново он приклеивается на мои обои. Он приклеивается вместе с обоями. Там хоть скотч хороший, очень хороший. Но когда я его отдираю, у меня обои вместе с этим скотчем, блин, отдираются. Они вообще не такие, ну, конечно, хрипкие обои. Вот поэтому всю свою стену так отодрать не смогу. Там надо будет новую собирать. Но это возможно. Дома не могу найти зарядку, точнее блок питания от монитора. Вот в чем проблема. От HP-шного. А использую сейчас зарядку от док-станции Эльгата, которая, в принципе, мне нужна, чтобы к ноуту меньше всего подводить. Вот так вот. Надеюсь, что найду. Хотя уже даже не знаю, где искать. О, даже Оля включилась в проект и начала уже делать обивку для нашей палатки. Можно будет скоро на улицу ходить. Посмотрите на эту красоту. Солнышко вообще в таком туманчике офигеть. О, максимально приблизили. Представляете, еще и Луну сразу видно. Одновременно. И солнце, и Луна. Друзья, не поверите, насколько я кайфую от этой штуки. Вообще чума. Блин. Вот это так и должно работать на самом деле. Они, конечно, красавчики. Это у них стоит дорого. Представьте, чтобы работала вся стена, тебе нужно заплатить еще десятку. Пятерку за вот этот. И пятерку за вот этот. И тогда ты получишь вот такую красоту. Блин, ну вообще класс. Прям кайф. Все. Ты будешь точно у меня. Вот он мой ночной рабочий стол. Подсветка немножко взбесилась. Ладно, сейчас буду заниматься своими делами. Смонтирую видео. И поиграю, наверное, пока в Battlefront 2. Пока Battlefield 5 не вышло. Я так, кстати, еще не оформил покупку. Завтра влог, надеюсь, будет с затрагиванием нового дома. Потому что, может быть, мы завтра поедем, а может, не поедем. Не знаю. Конечно, пока еще не можем определить сейчас там, как по доставкам всяким и так далее. И решиться. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Увидимся с вами завтра. Пишите, что вы думаете о таких влогах в комментариях. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok